В городском округе Люберцы прошла благотворительная акция, направленная на поддержку российских военнослужащих. В учреждениях образования работали пункты сбора гуманитарной помощи. Наша съемочная группа посетила некоторые из них. Коробки с гуманитарной помощью в кадетской школе в этом году собирают уже не в первый раз. С начала спецоперации на Украине общеобразовательное учреждение подключалось ко всем благотворительным акциям. И сейчас, когда бросили кричь об очередном сборе для российских военнослужащих, ученики, их родители и сотрудники школы не остались в стороне. Мы хотим показать, что мы вместе с ними хотим помочь им, как только сможем. Просто главное удача, чтобы все вернулись живыми и здоровыми. Люди, которые сейчас там находятся, защищают нас, дают нам возможность ходить в школу, в принципе, усыпаться. Я принесла теплые вещи, теплые носки, очень много еды и пару коробок чая. В кадетской школе учатся семь детей, чьи папы отправились в зону специальной военной операции. Семьями мобилизованных руководство школы постоянно на связи. Просматривая списки, увидела двух выпускников нашей школы. Тоже связалась, позвонила, с мамой с одной поговорила. Причем это ученик, который моего класса, когда я была классный руководитель. И, знаете, сразу наполняют такие чувства и гордости, и переживания. Очень хочется, чтобы быстрее все закончилось и все вернулись. Еще один пункт сбора гуманитарной помощи в 44-й гимназии. Здесь посылки для военнослужащих от воспитанников не только этого учреждения, но и детских садов. Продукты, средства личной гигиены и медикаменты приносят дети, их родители, бабушки и дедушки. Сам я вообще военнослужащий запаса. В свое время служил в военно-воздушных силах России, сейчас ВКС. Поэтому я не понаслышке, как говорится, понимаю, что такое будни военных людей. Вообще у нас одна страна, один народ. Поэтому в какие-то трудные минуты мы должны сплачиваться и оказывать взаимодействие друг к другу, независимо от своих должностей, званий. Наши ребята-волонтеры встречают тех, кто приносит гум-помощь, провожают их сюда и раскладывают, сортируют. Список также вывешен на двери входной группы. И, соответственно, люди приносят и знают, куда идти. Немаловажна для российских солдат моральная поддержка. В каждой коробке с гуманитарной помощью детские рисунки, письма и поделки. Мы всем классом писали письмо солдату. Я нарисовала солдата. И написала парочку по желанию, чтобы они берегли себя и вернулись домой к семьям. Не осталась в стороне и 11-я школа, которая носит имя Героя Советского Союза Евгения Ивановича Ларюшина. Этот пункт гуманитарной помощи посетил глава городского округа Люберцы Владимир Волков. Мы призывали всех и просим откликнуться на такую акцию. Помощь нашим солдатам – это наш долг. Поэтому в тех районах, куда удобно, где проживают жители, организованы такие пункты сбора. Всего на базе школ городского округа с 1 ноября было открыто 24 пункта гуманитарной помощи. Акция продлилась 9 дней. За это время в учреждениях образования собрали около 10 тонн груза, который сегодня так необходим тем, кто на передовой защищает Отечество.